Дорогие фрукты! Выяснилось, сколько получают стажёры в Эппл. Мультяшки против фотосамострелов. В парках Дисней запретили селфи-стики. Здравствуйте! В эфире телеканал 24KZ новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнём с настоящего поискового обмана. Верить нельзя контролировать. После следующей новости не знаешь, где поставить запятую в этом предложении. Выяснилось, что корпорация Google по сути манипулирует результатами поисковых запросов и даже вредит пользователям. Google уже давно стал стандартом поисковых машин. Настолько, что это даже привело к появлению в языке глагола «гуглить». Однако исследователи Майкл Лука из Гарвардской школы бизнеса и Тимву с юридического факультета Колумбийского университета решили рассказать миру горькую правду. Поисковый гигант не всегда помогает тем, кто безоговорочно верит ему. В ходе своих изысканий Лука и Ву предлагали добровольцам сравнить два скриншота с поисковыми запросами. Один был, что называется, как есть, после нажатия клавиши «ввод» на сайте Google.com. Второй такой, каким бы он был, если бы алгоритм поиска был честным, а корпорация «Добра» не продвигала так настойчиво продукты, товары и услуги свои и своих партнёров. Респонденты считали более полезной подборку ссылок из второго варианта. Оказывается, и Google уже не тот. Посчитать чужие деньги, причём деньги всего лишь стажёров, удалось на днях тем, кто интересуется просюмерской электроникой. Один болтливый стажёр, устроившийся в корпорацию Apple, поведал много интересного журналистам издания «Бизнес Инсайдер», а те, само собой, раструбили об этом по всей цифросфере. В частности, благодаря анонимному источнику из кругов яблочников удалось подтвердить слух о больших зарплатах в Apple. Даже стажёры там получают около 6700 долларов США в месяц. Говорилось и о 2500 за частичную занятость, и в два раза больше за полный день. К слову, эти 60 тысяч в год почти на 8 тысяч долларов превышают среднегодовой доход усреднённой американской семьи. Теперь понятно, почему многие сотрудники приезжают в кампус Apple на дорогих спорткарах. Также стажёр «Инсайдер» рассказал об атмосфере секретности, которая постоянно давлеет над всеми работниками. Коллеги из разных отделов не знают, что происходит в других подразделениях, а иногда и то, во что превратится их работа. Для примера история. Один из разработчиков дисплея для первого iPad'а не подозревал, что это будет планшет до его презентации, и гадал, трудится он над экраном для гигантского смартфона или нетбука. В сравнении молодые специалисты из Facebook или LinkedIn получают по 6200 долларов ежемесячно. В компаниях Palantir и VMware зарплаты на уровне Apple. Время или скорость? Непростую дилемму пришлось решить инженерам и заодно маркетологам корпорации Apple. Тестеры с сайта MacRumors проверили, как работает обычная ОС после обновления до девятой версии. Обнаружилось нечто занимательное. В одном из популярных бенчмарков появилась накануне поддержка iOS 9. Ведь вот результат тестирования. Сравнивали быстродействие с включенным режимом Low Power Mode, что появился в обновленной Ябло ОС. И когда он не работал. Без режима экономии iPhone 6 Plus выдал 1606 баллов в одноядерном тесте и 2891 в многоядерном. А если перейти в режим экономии энергии, то это будет лишь 1019 и 1751 балл соответственно. Этот режим снижает энергопотребление за счет отключения фоновых загрузок и обновлений в приложениях, снижение скорости сети, яркости дисплея, выделяя меньше ресурсов на анимацию. Взамен пользователь получает лишь 3 дополнительных часа работы на одном заряде. Пользователи уже начали шутить о том, что с такими ограничениями стоит гадать, получится ли вообще отправлять почту, просматривать страницы и играть на яблочных смартфонах. Сказочные мультяшки против селфи-палок. Парки компании Disney поддержали тренд с запретом на штативы для селфи в разных парках и культурных местах. Само собой, все ради заботы о посетителях. Уже с июля во всех парках развлечений Disney по всему миру делать фотосамострелы с помощью спецприспособлений нельзя. Представители компании объясняют это тем, что уже давно растет уровень беспокойств из-за этих предметов и у сотрудников парков, и среди посетителей. Одно дело, если увлеченный фотографированием себя турист поставит своей селфи-палкой фингал другому. Ну уж совсем страшно, если кто-то решит сделать снимок во время круговерти на американских горках. А такие случаи были. На сегодня все. Новый выпуск проекта ProNet смотрите уже завтра на телеканале 24KZ. Также подписывайтесь на наши обновления в социальных сетях Facebook и Twitter. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова